Привет, друзья! Я Дарья Позняк, и сегодня я разбираю свои работы и решила для вас снять это видео. Я думаю, что мы часть работы берем, и потом я их могу порвать и выбросить, а часть работы я оставлю в копилочку, которая самая-самая ценная. Давайте я буду вот отсюда перекладывать в две кучки. Это я делала копии акварелию на бумажке, причем бумага такая обычная для принтера, тонюсенькая. Наверное, это по скульптурам Шадра из книжки. Мне когда-то папа притащил книгу классную, там черно-белые фотографии, скульптур Шадра. И свет так классно лепил на этих скульптурах светотень, он так классно выявлял объемы. И рисование по этой книге для меня явилось прям очень полезным занятием. Потому что в тот момент не было интернета, не было каких-то прям вот книг, не было какой-то возможности пойти на натуру. И как-то все было сложно. Книжка появилась вот как волшебная какая-то, волшебная возможность. Я за нее ухватилась и стала по ней рисовать. И думаю, еще такие рисунки будут, потому что они мне тут, кажется, попадались. Также акварельки. Год неизвестен, но я думаю, что это около двухтысячных. Скорее всего, это 2000-2001 год. Бумажка какая-то плюгавенькая. Перчики пыталась сделать. Но перцы я точно разорву. А вот эту работу я делала с работой моего преподавателя Ольги Сергеевны. Я копировала ее работу в своем исполнении. На тот момент, что я могу сказать, я просто срисовывала пятнышки. Я просто срисовывала. То есть я не понимала особо конструкцию. То есть это чистая срисовка, скажем так. Я ее, скорее всего, все-таки оставлю, потому что это очень большой пласт в моей жизни. Занятие Ольги Сергеевны – это очень-очень много лет. И очень-очень классное общение, классный преподаватель. Прям большая память. Работу оставлю. Это тоже с книжки Шадра по его скульптурам. Это мы выбросим не очень удачно. Акварелька тоже, я думаю, это 2000-2001 год. Скорее всего, это год, когда мы поехали к моей подруге Насте в Тамань летом отдыхать. И как-то надолго, то есть там месяц, полтора или два, как-то долго достаточно там жили. И как-то я себя развлекала там акварелями. Помимо того, что купаться, загорать, гулять. Вот такая мелочевка. Вот эти акварельки сделаны в первые самые мои годы занятий Ольги Сергеевны. Мне было, соответственно, лет 15. В тот момент я очень сильно отставала от всех, кто занимался Ольгой Сергеевной. Я не понимала, что Ольга Сергеевна от меня хочет. Я не понимала. Я вообще, её слова стали доходить до меня совершенно неожиданным образом, где-то после моих 30 лет примерно. То есть я просто стала видеть... Ну как, преподаватель всегда наговаривает много по кругу одинаковых фраз. Но ты просто как бы не понимаешь. Ну, тебе кажется, что ты понимаешь, но в какой-то момент вдруг приходит осознание. И вдруг ты понимаешь, что человек имел в виду тогда. И эти слова, они звучат как бы в голове. И вдруг они вместе со смыслом соединяются. И происходит такой инсайт. Вот эти инсайты со мной стали происходить не так давно. А в тот момент я совершенно не понимала ничего. Но я была очень упорной, я старалась. И вот эти акварельки с тех времён... Тут, к сожалению, как бы в каждой акварельке есть рука Ольги Сергеевны. Много замылок. Она мне объясняла, показывала, дотягивала мои работы. Это одни из самых первых акварелек. Ещё до натюрмортов. Я думаю, что вот эта была самая первая. Я, к сожалению, их выброшу, потому что здесь много руки Ольги Сергеевны. Кстати, вы мне напишите в комментариях, кто хочет забрать эту гору работ, которую я подготовлю после этого видео на выброс. Я могу порвать её вам на камеру. А могу кому-то её подарить. Если мы с вами договоримся и где-то встретимся, и я вам передам или как-то оформлю посылки. Напишите мне в комментариях. Возможно, такие есть. Потому что мне многие пишут, вот, я бы забрала, оформила бы и повесила. На самом деле я буду рада, поэтому, пожалуйста, пишите. Подожду. Не буду рвать сегодня. Выложу видео и подожду несколько дней ваших откликов. А потом уже решу, что с ними делать. Так, это опять же 2000-й год. 2001-й. Опять же, у Насти в Тамане. Лермонтовские домики. Рисунок с натуры. Бумага обычная для принтера. Посмотрите, какая она тоненькая. Но в моё время считалось, что рисовать акварелью можно на любой говнянской бумаге. Пардонте. В моё время считалось, что рисовать можно на любой плохой бумаге. Конечно, мы предпочитали гузнаковский ватман. Вот это вот он. Самый обычный рисовальный гузнаковский ватман. Просто он пожелтел со временем. А эта принтерная, она, конечно, похожа. Но тем не менее, акварель неплохая. Так, это опять пошли скульптуры, только уже карандашом. Вот. Ну, для меня это очень, как бы, уже скучно. И, опять же, я повторюсь. В чём проблема? То есть рисунки неплохие. Но в тот момент, когда я их делала, я, скорее всего, всё-таки, я больше занималась как бы срисовкой. Анализа формы, понимания, что я делаю, его не было. То есть, скорее, я просто срисовывала, штриховала. То есть, например, вот я вижу, что у меня вот тут центральная ось уехала, и губы уехали вон туда. То есть, должна идти центральная ось, соответственно, уголки губ должны быть относительно этой оси. И центр вот здесь должен быть относительно оси по центру. Рисуя скулу, я должна давать какую-то симметрию, чтобы не получалось какое-то непонятное ватное лицо. Вот. Здесь, например, здесь ещё немножко мне правил Владимир Викторович поверх. Вот я вижу его штрих. Здесь, например, глаз куда-то ускакал. Он как-то должен быть чуть-чуть пониже, мне кажется. То есть, я как бы в тот момент училась. Вроде бы рисунки неплохие, но я больше выезжала на копирование и усидчивость. И того, что я делала много. А вот тут, кстати, ещё радужка пытается выскочить из глаза. То есть, я её как бы туда немножко должна была утопить. Или вот эта века верхняя должна была сделать вот тут чуть-чуть как бы выпуклее. Потому что у меня получается, что радужка у меня выступает так же, как века. А она должна быть в глубине, а века должна быть ближе к нам. Я на своей усидчивости, трудолюбии выезжала. Но на самом деле, вот это вот всё копии с книг, академических рисунков, академически хороших рисунков. Опять же, я толком форму не понимала. Я даже как бы тяжело, мне было за симметриями следить. Вот, например, ухо у меня уползло слишком высоко. Оно явно должно быть ниже. Но в то же время, я очень усердно много работала. Поэтому у меня много как бы таких наработок. Но они для меня ничего не представляют, потому что это просто копии. За ними не лежит какая-то жизнь, какая-то эмоция, что-то такое там не лежит. Вот у нас когда-то была собака. Он прибился к нашей двери. Убежал от хозяев. Кто-то его там покусал. В общем, отец его, значит, забрал нам. Мы его лечили, вызывали ветеринара. Потом искали ему дом. И я как-то успела, видите, акварельку написать. Нашли ему классный дом, загородный собачка. Кстати, хозяин собаки нашёлся. То есть мы поклеили объявление, пока мы его лечили, пока он у нас жил. Нашёлся хозяин, говорит, я, говорит, задолбался, я не могу. Он, говорит, так часто убегает, говорит, я за ним не поспеваю. И я, говорит, всё время, говорит, его нахожу, говорит, но он опять от меня убегает, потому что и условия для него неподходящие. И получилось, что как бы хозяин не мог забрать себе назад собаку. И когда нам предложили забрать его в загородный дом на участок, где большой участок, где можно резвиться, вот, собачка от нас, к счастью, уехала. Потому что он по габаритам был для нас очень большим. Мы не привыкли, у нас всегда были. Небольшие собачки, размером примерно фокстерьер. А потом я перешла на ещё более маленьких собачек, вообще малявок, как бы. А эта лошадь, он подходил к раковине и тырил оттуда мясо, которое клала мама туда размораживаться. В общем, потом заходишь в комнату, а там как бы на кровати спит, значит, отец. Торчит там его голова, а с другой стороны торчит что-то красное, кровавленное. Собака лежит, значит, это жрёт. То есть мама решила, мама увидела эту ужасную картину, решила, что всё, собака сожрала отца семейства. И вообще... А он просто пришёл, положил морду в раковину, взял там, значит, мясо, которое мама размораживает, и пошёл его есть. Ну, в общем, собака молодец. Смешно было. Мне, конечно, смешно было, бедная мама там чуть не посидела в тот момент. Так, эта акварелька тоже на госзнаке, самый обычный госзнак рисовальный. Так, вот тоже на тонкой принтерной бумажке, акварелью тоже, мне кажется, это со скульптур Шадра. Тут вот есть исправление Владимира Викторовича кандашом поверх. Видимо, я приносила в тот момент показывать. Одно время в институте я рисовала на цветной бумажке. Я нашла дома какую-то стопу жёлтой бумаги, большую, ещё какую-то стопу бумаги большую, с такими дырочками по краю забыла. Там, с одной стороны, была напечатка чего-то там, цифр каких-то, а с другой стороны, переворачивали, рисовали на белой бумаге. Вот я много такой бумаги нашла и всю её использовала. Вот эта покупная какая-то цветная бумажка, а вот той бумаги у меня тоже было очень много. И на них я тоже экспериментировала и полосы свои на просмотр завешивала этими цветными листами. Большая была папка ярко-ярко-жёлтых листов формата А3 примерно. Это собачка моей подруги. Тоже где-то 2001 год. Зарисовки какие-то тут жучки у меня. Так, собаченьку я вот эту оставлю. Может быть и вот эту. Так, это тоже тамань. Акварельный гузнакский ватман. Ой, не акварельный, рисовальный. Рисовальный обычный ватман. Ну, я не довольна была никогда этими акварелями. Но они сделаны с натуры. Там был довольно сильный ветер. Я несколько дней туда ходила. Люди ко мне приставали. А вы что рисуете? А нарисуйте нас. Я помню, для меня тогда это было шоком. Сколько мне там было лет. Я тогда ещё шугалась людей. Вот. Конечно, клади так всего. Так, а это вообще... Это очень... Это до института. Вот это вот пленэр, скорее всего, до института. Как же это называется там? Далеко довольно от моего дома. Но мы с подружкой туда ездили всё равно пленэрить. Там ещё кладбище есть. Сейчас вспомню, расскажу. Вот этот терморт я даже не помню. Наверное, когда Ольга Сергеевна уезжала уже. И мы в мастерской сами рисовали. Наверное, мы сами его ставили. И сами рисовали. Или это вообще даже какая-то домашка. Но такими мелкими мазочками так аппаратно сделано, что даже такое чушь, что это не моя работа. А ещё одна собаченька. Собачек я люблю. О, масло. Прикольно. Какая-то картонка, не картонка. Это друг моего мужа. Как? Стас. Мы одно время у Леонида Трофимовича в мастерской приглашали наших друзей в качестве моделей. С них писали портреты. Я рисовала маслом. Вот я, правда, не помню, чтобы он прям приезжал и нам прям там с натура позировал. Но может, такое и было. Честно сказать, не могу сказать. Куча-куча тут анатомических ошибок, пропорциональных и так далее. Но, тем не менее, у меня где-то несколько таких портретов есть. Примерно в таком размере. Примерно в таком качестве. Но я людей могу вспомнить по ним, да. Хотя, как бы, сходство так себе. Не суть. Это композиция ещё до поступления в мой институт. Я готовилась в училище 1905 года. И там нужно было сдать три предмета. Рисунок, живописи, композицию. И со мной композицией никто никогда не занимался. Я понятия не имею, как к ней подходить. И когда я в 1905 готовилась, вот Леонид Рафимович со мной занимался. Мы с ним сделали несколько работ на самые распространённые темы. Чтобы мне было что показать на предварительном этом просмотре, что я смогу нарисовать, если мне выпадет какая-то тема. Вот. Это эскизы какой-то дождливой погоде. Какое-то что-то такое. Типа там тема зазвучала, скорее всего, дождь в городе. Что-то такого плана. Так. Кралтитское подборье. Это уже, скорее всего, пленэр на первом курсе, наверное, с Владимиром Викторовичем. А может быть, нет, наверное, это до. Потому что с Владимиром Викторовичем мы ходили на больших форматах, рисовали. На больших форматах. А это какие-то явно чьи-то кусочки, ошмётки. Хотя вот его рука. Может быть, и степень. Но. Люблю я их, конечно. Эти зарисовки. Но что делать? Куда их не солить же их? Ну, а это, возможно, или с какой-то иллюстрацией я делала в книге, или, может быть, в музее в Пушкинском. Точно не помню. Ну, скорее всего, конечно, с иллюстрацией, потому что трешок слишком аккуратненький. А я когда на выезде где-то на каких-то других площадках рисую, я обычно всё-таки более дёрганная, как это было раньше, по крайней мере, была. Ося тут разъезжаются, глаз уезжает, но не суть. Так, всё. У меня вот маленькая стопенечка, которую я себе оставляю. Несколько собачек, и вот эту акварель. Всё остальное, ребятки, пишите. Кому? Кому отдать? А с вами была Дарья Позняк. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok